сегодня у нас суббота всем привет добро пожаловать в новый влог дети болеют поэтому мы не идем на господи нет одной лампочки как ужасно выглядит извиняйте я иду на новый урок но не могу сказать что к новой ученице она у меня их было весь тот год я вам недавно рассказывала сейчас покажу как я тут принарядилась сейчас такой момент когда надо уходить а сейчас начнутся какие-нибудь скандалы и слезы потому что дети не убрали комнату обещала им мультики если уберут комнату они точно не убрали не знаю что делать без мультиков тоже их оставлять нельзя не разнесут квартиру ну а тем временем я тут превратилась в учительницу вот так вот я оделась посмотрела видео сегодня какое-то надо губы добавить сейчас будут губы что висит много одежды надо все выкинуть такое видео думаю зачем ее выкидывать но вы знаете сколько у меня платьев я их сто раз мерила сто раз расхламляла и так ничего не расхламила вот это платье мне кажется я не надевала ни разу мне его отдали анечка отдала 1 не видно живота очень хорошая платье замечательное платье все иду на урок буду учительницей целый час мы будем учиться 30 минут письму и 30 минут математики еще будем болтать с мамой ученицы потому что мы не виделись три месяца я уже знаю я сейчас уйду не на час а точно на полтора так близко живет ученица что даже мне неудобно прямо один шаг от подъезда представляете далеко и не согласилась бы сейчас не хочу далеко ходить дети то дома то не дома а это ученица на две недели рядом вообще идеально вы представляете есть кармашки то есть она не такое прям строгое строгое неожиданно повторите что нельзя трогать повторить что нельзя трогать лекарства и балкон плиту и лекарства три вещи нельзя трогать все ссориться не будем но хорошо вроде бы все указания дала знаете интрига включат они мультики сами или не включат потому что не разрешила но такой хитрый взгляд был у данечки мне кажется что он включит как-то я не очень сохранилась пока шла эти три метра прически уже не я уже с урока не знаю как получилось пролетела два часа вместо часа позанимались сделали переменку после этого урока я вам что скажу господа у кого дошкольники раньше я считала что нужно строго научиться читать перед школой теперь я буду считать что нужно строго научиться писать перед школой потому что все прописи которые девочка прописала сентябрь и октябрь все бесполезны писать нельзя научиться в классе особенно это касается родителей детей кто на парнасе в классе 40 человек учитель задает прописи показывает на доске соединение букв ребенок пишет в тетрадку совершенно не то что нужно запоминает неправильно родители не имеют возможности проверить как она пишет и получается что все ошибки уже автоматизированы и написать правильно слова нет никакой возможности то есть нужно переписать нам сейчас октябрь кончается заново все прописи каждое соединение каждой буковки все заново мотайте на ус кто бабушки расскажите своим родителям внукам писать тоже нужно до первого класса научиться потому что нет шансов что учитель будет сидеть рядом с каждым учеником и подсказывать как писать если мама бабушка сможет то повезло но вот я в шоке у нас будет не 30 письма и 30 математики а у нас будет ровно час письма 30 плюс 30 дай бог терпения всем родителям со своим я бы сошла с ума здесь конечно я сижу очень спокойно и спокойно подбадриваю хвалю но я в шоке я в шоке потому что это моя ученица и мы с ней письмо то не делали потому как все не очень неплохо получалось в том году и письмо наделала сама а мы только читали а вот оказывается одно дело просто рисовать раскрашивается совершенно другое дело это брать и соединять буковки когда тебе это никто толком не объяснил вот так прошел мой урок наболталась не знаю что дома страшно подумать о том что дома спасибо что были со бегу да 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 не мы сейчас тебя пострижем на лосо да да что сделал дали ничего особенного дани не сделал просто постриг сестру 101 раз как нам постой постой на секунду постриг куклу а зачем ей длинные волосы правильно ничего страшного не случилось ничего такой причесон фиг фок на один бок получился а чем может быть талант пропадает цветок постриг опять а даничку пострижем сейчас давай да я пошутила 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 давай твою голову лучше растили растили не вырастили давай все не балуйся боишься так себе надо и съели пол пачки печенья вот вот такую упаковочку все сильно вика почему ты не кричала теме даня меня стрижет помогите спасите почему ты не жаловала и ушка когда болела тоже ты забыла пожаловаться ты чего не жалуешься почему не жалуешься а где волосы от куклы волосы от вики я нашла так вот они они прямо тут ты их стриг и не снимал что ли короче если пьяни заглянула мусорное ведро я бы не узнала что вику постригли самый аккуратный теперь маленький помидорчик молодец и наверно выучила а давай слоги вика где ма эй специально балуешься даня у тебя свое задание помидорчик готов вот в чем дело вот в чем дело человек освободился 1 1 1 1 рябко 5 1 1 1 1 1 один кая лепка constructive ладно вид홍 это уже все пиши поехали дальше сюда сама вспоминал какая буква по по Ну вы видите, да, что очень легко ребенку запомнить, как стишок Здесь Дань, ты мешаешь ей, она же сосредотачивается Какая буква? П Еще раз Б Давай Нет Стишок, получился стишок Так проходят наши занятия дома Никакие дети своих мам не слушаются Ну все, брейк У Дани очень красивая репка, очень красивая Можешь? Я не обвел Не обвел, все равно красиво Вторая, сейчас бы она тебе на голову приземлилась А сейчас тогда я на тебе Даня А вторую красивую можешь? Да Вика, господи Давай Данечке не мешай, все, он сосредоточился Для чистоты эксперимента Давай, какой я слог покажу, тот и будешь мне называть Б 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 �� Нет, не Пу, это Б. 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 Бу. Здесь. Бу. Здесь. Па. Па. Пы. Б. Б. Би. Би. Пы. Да, Аня, ну у нас и так сложности, видишь? Бу. Па. 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 Тко. Тко-тко-тко-тко-тко. Не надо, нет. Мне не надо. Тко-тко-тко-тко. И что так тебе удобнее? Тко-тко-тко-тко-тко-тко-тко-тко-тко. Да, удобней. Ну, видишь, Вика не отвлекает, Вика уснула и уже дело у нас пошло получше. получше. Ещё и переменки на английский у нас были. Так что мы прям молодцы. Сердишься. Доделаем. Уже у нас 16 часов. Мы просто супер молодцы. Мы занимались, наверное, сколько? Два часа. Мне кажется, мы, наверное, занимались. Да? Мы умнички. Всё. Чувствую, долго не будет заниматься. А девушка у нас самостоятельная в три года. Просто ушла. Сказала мне, пора спать. Легла в три часа. Сейчас уже начало пятого. Спит крепко. Можно пока не будить. Чудеса. Все бы так ложились спать. Мальчики так не ложатся, если что. Мои мальчики. Пока Вика спала. У меня опять гора посуды. Я её сейчас мою вручную. Мне так быстрее. Мы позанимались логопедии. Почитали стишок про борщ, где нужно было выделить овощи. И вот результат. Я подумала, я не хочу готовить большую кастрюлю. Но я хочу приготовить борщ. И вот получилась маленькая кастрюля. Здесь одна картошина, пол морковины, одна большая свёклина, которая куплена, была варёная. И оставалось её только потереть. Чуть-чуть капусты. Прям вообще мало-мало. И буквально вот косточка, серединочка от курицы. Вот её ещё обделать надо всё. Но это попозже. Вот быстро-быстро вообще приготовила. Ещё там у меня петрушечка, лавровый лист, но вы всё знаете. Соль, сахар, лимон. Вот так закончился урок логопедии. Вот. Вика проснулась, все покушали. Вика запросила макароны. Даня тоже поел макароны. Суп рыбный вчерашний. Что-то мы не тронули. Наелись бутербродов. Тёма красной рыбы вчера заказал. И сырников с этой пастой. Видите? А мы с Тёмой вообще яичницу поели на помидорке и капусте. Вот так вот. Очень странная еда. Вообще плоховастая от такой еды. надо супчики кушать. Дети ушли играть. Я буду мыть посуду и смотрю кулинарный канал один. Я поднимаюсь. О, Боже. А что это у вас? У нас тут домик. Домик водок. Ты хоть не придави. Давай, давай. Сейчас батарея как рванёт тебя горячей водой. Давай, сломай её. Когда кровать двигаешь, не придави руки, ноги, Вики. Давайте, вылезайте из домика, ставьте на место кровать. А главное, закрывай балкон. Смотри, мне даже отсюда дует. Угу. Давай. Ставьте на место кровать и лучше вот дорогу построите. Вытащили всю. Я вижу. Два контейнера. Но не построили. Викочка, отойди оттуда. Даня, поставь кровать на место. Не трогай эту трубу, Даня. Не трогай трубу. Ну, рванёт. Нет. Ну, здесь в прихожей недавно прорвало, ты не помнишь, горячая вода текла по полу? Да. Ну, так не трогай трубу. Слезай. Вот, выйди оттуда и задвигай. А-а-а, постриженная Вика и кукла, это ещё не всё. Ещё сейчас оторвёт батарею. В общем, развлекаемся, как можем. Сегодня у нас такой учебный день получился. Вы думаете, чем я занимаюсь? Я решила заклеить книжку. Обычно все детские книжки, которые разрываются, я выкидываю. Потому как Даня рос мальчиком неаккуратным и разрывал их всех просто вдрызг. Тем более, уже есть Вика и после двух детей многие книжки ничего уже из себя не представляют. И сейчас я взяла скотч и заклеила книжку, которая оторвана обложка, разорвана задняя страница, разорван корешок книжки. Я вспомнила детство, мы с мамой всегда так клеили, кстати, все книжки, если чуть-чуть, даже отрывалась. И что же вы думаете, это за книжка? Это книжка, которая азбука Алисе Жуковой, извините, что за такой ракурс, за фронтальную камеру. Я ее подклеила. И здесь, где? Нет, нигде не подклеила. Вру. Вот здесь подклеила. Видите, где блестит? И вот тут весь корешок проклеила. Вот он. Ну, вот так вот все проклеила. Почему я это сделала? Потому что уже Даня выучился по ней читать. Это такая историческая книжечка получается. вот эта страница была полностью оторвана. Видите, вот здесь вот. И Вика уже учится читать. Совсем недавно Даня дочитал до последнего рассказа. Вру, нет? Может, один разворот не дочитал. Один разворот не дочитал, да. Перешли на другие книжки, вот этот разворот не дочитал. И сейчас уже читает Вика. Я подумала, эта книжка действительно того стоит. Дальше я оторвала последний лист. и сделала то, чем сейчас занимаюсь со своими ученицами. Сделала карточки, разрезала, проклеила скотчем. Представляете, сколько у меня времени. Дети хорошо стали играть сами. И вот эта каждая карточка, она обернута в скотче. Посмотрите. С одной стороны слово, а с другой стороны картинка. Вот. Это действительно работает, проверено у меня сейчас на двух девочках. Раньше я работала только с детками постарше, работала с букварем Жуковой, а вот эта азбука была у меня только для дома. А в этом году я работаю по этой азбуке именно с двумя девочками. И вот эти карточки мы активно используем с самого первого урока. Ну, систему сейчас я не буду рассказывать, но суть в том, что сегодня я подумала, почему бы и нет, почему бы нам с Викой не начать так же заниматься, как я с чужими детками занимаюсь. Вика уже готова. Осталось это положить в какой-нибудь конвертик и упаковать. Пока я все это делала, я смотрела каналы. Вы часто спрашиваете, что я смотрю. Я смотрела сейчас Викторию Менде, ее канал о минимализме и расхламлении, там только минимализм. Канал Менде Фэмили, это влоговый канал о Голландии, о жизни в Голландии. Очень интересный, очень насыщенный. Смотрю, он совершенно непопулярный, ну как же так. Смотрела я Кристину влог из Самары. Привет, Кристина, если смотришь меня. И сейчас я буду смотреть Викторию Хрупкую. Отдельно хочу остановиться на Виктории Хрупкой и девчонке. Я подсела. Пока она была просто Виктория Хрупкая о жизни в Германии, я смотрела Германию. Потом она съездила в Казахстан. Я залипла на этот Казахстан. Ну, у нас много знакомых казахов, но я не была в Казахстане. Мне вообще там понравилось гулять. И сейчас она вернулась в Германию. И я тоже с ней вернулась в Германию. В общем, я не знаю, как вы, я если залипаю на кого-то, я все смотрю и прямо вот живу с этим человеком. Вот. И сейчас еще я смотрю Армянка, Армянка, как же ее зовут? Эгине. Эгине в Америке. Вот. Сейчас они с мужем отправились в Техас на 4 дня в отель. И вот я с ними тоже отправилась. Не знаю, как вы смотрите мои видео, но я вот прямо проживаю с ними все эти моменты. Так, раньше были сериалы, да? Мы смотрели сериалы, ждали следующую серию. Еще вот 10 лет назад помыли больше следующий день. Помните, так повторялась вчерашняя серия и смотрели следующую. И получалось каждую серию смотришь два раза. А теперь у нас есть Ютуб и надо не ждать там 4 дня в неделю, а можешь смотреть сколько хочешь. Вот я как в один канал влюблюсь, но нет, у меня так не бывает один, несколько. И вот проживаю, проживаю. Вот на Викторию Хрупкую из Германии я оставлю дружескую ссылочку под этим видео. Это дружеская реклама, не знаю, узнает ли Вика об этом или нет. Вот и узнаем, Вика, докуда ты смотришь мои видео. Дети разносят ту комнату. Я вот этим занималась сейчас вообще долго-долго, наверное, час. Еще посмотрела тяжелейшее видео про женщину, как это слово называется, ученого, про женщину-ученого Мари Кюри, которая открыла Радий, посмотрела ее биографию. Господи, это такое тяжелое видео, я сейчас буду перебивать, вот прямо искать какие-то развлекательные видео, чтобы перебить. Впечатление страшно. Вот она открыла Радий и всю жизнь находилась под облучением из-за того, что работала с Радием без какой-либо спецодежды и не знала, что он вот настолько опасен. Если вы будете смотреть, конечно, тяжело, 40 минут подробно, как ее притесняли в мире ученых, поскольку она женщина, это было начало прошлого века, как развивалась ее болезнь. Ох, какое тяжелое видео. Почему Ютуб мне его посоветовал, я не знаю. Вот. Ну что, пойду к детям, гляну на детей. Ну вообще, иногда мне кажется, что если я к ним не захожу и вот так тихо, то как будто бы они играют мирно, а я зайду и как будто бы я, ну, причина их ссор, то есть сразу же появляется соревнование за внимание мамы. Вот. Или изображают, что обидели, или наоборот специально дерутся, чтобы мама обратила внимание. Может и не ходить к ним пока. Да, пожалуй, я посижу еще здесь немножко. Вот. Спасибо, что вы были с нами. Если что-то интересное, обязательно сниму. А так получился какой-то педагогический влог, да, замечаете, педагогический. А завтра у меня опять уроки в 9 утра. Опять будет педагогический. Так, из интересного я заработала 300 рублей. Кривенько. Иди сюда. Постричь челку в салоне стоит 300 рублей этой девочке. Вот я тут, ну не постройку, а челку. Вот я тут стригла, стригла мультики. Включала, включала. Не мультики. Влог корейский включала, простите. Обманула. Ну надо было мультики включать, конечно. Да покажись. Давай я ее ровно причешу сейчас. Что-то твоя челочка вся вырыхлилась. Ты побегала. Посмотри на телефончик. Давай на меня посмотри. Не можешь. Не можешь. Посмотри. Угу. Ну ничего вроде. Да? Глазки видно. Сравните с началом видео. Сравните с началом видео. Вот. Процесс не стала снимать, боялась вдруг получится. Как-то ужасно. Хи-хи. Молодец, Даня. Тёма мне сказал, что я должна в каждом видео просить вас ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы этого по какой-то причине еще не сделали. Так что вам не сложно, а для развития моего канала это очень важно. Не забывайте ставить лайк, подписываться, нажимать колокольчик. Всех люблю, всех целую. До завтра. Продолжение нашего сериала следует.